Основным вопросом оперативного совещания с главами поселений стало обсуждение работы МОСОБЛ ЕРЦ, платежного оператора, который собирает с жителей плату за жилищно-коммунальные услуги и распределяет их поставщикам этих услуг. Я начну свой доклад немножко с экскурса в начало этого года, 2018-го, для того, чтобы в целом показать картину всех сборов и работы управляющих организацией МОСОБЛ ЕРЦ за этот год. Значит, если мы вернемся к началу года, то в феврале месяце у нас процент сбора составил 95. Однако у руководства района не столь оптимистичная оценка работы расчетного центра. И это связано не только с той социальной напряженностью, которую вызвали до начисления за отопление трехлетней давности. Управляющие компании жалуются, что несвоевременно получают от МОСОБЛ ЕРЦ свои деньги. Первые платежи после выставления жителям ЕПД приходят только через неделю. Логистический партнер Почта России не укладывается в установленные сроки. «Просрочили выпуск единых платежных документов, просрочили поступление платежей управляющим компаниям, а у нас зимняя уборка началась. У нас необходимые выплаты надо производить по ремонту подъездов и так далее». По словам Натальи Тамбовой, которая с недавнего времени также курирует сферу ЖКХ, правительство области очень строго подходит к вопросу оплаты за потребленные ресурсы, устанавливает муниципалитетам графики погашения задолженностей. На выполнение этой задачи и сосредоточены сегодня управляющие компании. «Мы начали разбираться на прошлой неделе очень плотно и действительно увидели тот факт, что у нас сбой со стороны МОЗ «ОблъЕрц» происходит непосредственно на своевременной доставке квитанции. И управляющие компании, даже если хотят перейти на самостоятельную доставку, не получают от МОЗ «ОблъЕрц» должной компенсации затрат». Администрация района также заинтересована в уменьшении задолженности жилищников за энергоресурсы и готова отстаивать интересы управляющих компаний. «Мы не хотели бы, чтобы управляющие компании, которые именно этот вопрос организуют на местах работы, были поставлены в критическую ситуацию финансовую и остались один с этой проблемой, потому что у них кроме нас в качестве поддержки нет никого». Еще одна проблема связана с непрозрачностью поступлений средств от МОЗ «ОблъЕрц» в адрес управляющих компаний. Не видя, за что приходят деньги, в счет погашения старых долгов или текущих платежей они не имеют возможности разбить их по периодам. «Картина, о которой нам докладывает МОЗ «ОблъЕрц», она крайне позитивная, а по факту управляющие компании не имеют достаточных денежных средств для того, чтобы погасить долги. Попробуем в еженедельном формате это отработать». Если коротко, то по вине МОЗ «ОблъЕрц» жители поздно получают квитанции, поздно платят, УК поздно получают деньги, еще и непонятно за что. При этом, по словам Натальи Тамбовой, в работе областного расчетного центра есть безусловные плюсы, и администрация настроена на продолжение сотрудничества. Осталось решить проблемы взаимодействия. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелковая».